привет господа вы находитесь на канале айхаус термополюс с вами олег кузьмичев и сегодня тема сегодняшнего обзора будет полезна тем кто собирается строить на земельных участках где нету возможности подключения газа то есть у них выбор единственный источник это электричество и как правило это эти застройщики самостройщики в основном начинают искать правду в интернете как построить дом чтобы можно отопиться электричеством с наименьшими потерями куда они обращаются они обращаются конечно яндексу я задаю яндексу вопрос яндекс что сама что является самым теплым дома каким материалам является сам какой материал является самым теплым материалом яндекс отвечает прост hire лину то есть на самом деле полистирол и газобетона они были на первых на первом на на втором месте но я выбрал полистирол бетон а яндекс выдает теплая керамика газоблок или полистирол бетон примерно вот эти три материала и вот когда эту информацию наши будущие застройщики посмотрят они начинают это впитывать как губка потому что если со всех сторон говорят что газоблок самый теплый материал или там теплая керамика или полистирол бетон они начинают в это верить но я вам приведу примерно один пример вот почему вы стяжку не делаете не смешиваясь не смешивая с крошкой пенопласта это тот же самый полистирол бетон в теплые полы я многим задавал этот вопрос и все говорят аккумуляции тепла будет меньше игра почему же вы стены строите из утеплителя фактически эти материалы это более жесткие утеплители пенопластом или экструзивный пенопластирол или каменная вода это более мягкие утеплители сейчас мы для наглядности поднимемся на второй этаж 10 дней назад там были сняты радиаторы отопления для отделочных работ но они просто мешаются в доме есть вентиляция на втором этаже нету теплых полов и вы увидите наглядно теплоустойчивость помещения на улице от минус 10 до минус 16 примерно такой диапазон 10 дней там радиаторов нету вот мы заходим на второй этаж и смотрим у нас в этой комнате радиатора нет заходим в другую комнату нас здесь радиатором тоже нету температура плюс 20 идем следующую комнату температура здесь немножко ниже ну здесь более холодное излучение возможно идет вот этих больших окон вот видим сколько дней назад включен радиаторы два недели здесь два неделя две недели а там это поменьше но смотрим температуру наших стен 19 и 4 градуса температуру потолков 19 и 6 температуру полу 20 и 7 20 6 примерно температура окон 17 и 8 на улице сейчас где-то сколько здесь до примерно 10 градусов минус вот так выглядит типа устойчивость помещения то есть теплых полов у нас нету здесь у нас 27 в коридоре боль вот с кости работали на доме который был построен из теплой керамики утепленной каменной ватой 100 миллиметров вот вы там тоже снимали радиаторы вот скажи как там температура то есть через два часа в доме из теплой керамики вы в каких комнатах снимали радиаторы там было холодно вот такой примерно пример вам рассказывает наш борис а если вы строите дом из утеплителя фактически у вас страдает теплоустойчивость помещения и если мы откроем строительную теплотехнику то там есть два раздела я всегда выставляю много информации в виде таблиц на экран видео что сейчас я практически делать не буду потому что большинство смотрят с телефонов и они нихрена ничего не видит хотя если вам это интересно вы должны сесть на за персональный компьютер и все эти графики и таблицы рассмотреть так вот я вам скажу строительной теплотехники есть два раздела теплоустойчивое здание и теплоустойчивость помещений какой материал отвечает за теплоустойчивость здания это утеплитель он защищает нас от солнечной радиации летом и от более низких температур в зимнее время за теплоустойчивость помещения отвечает наша конструкция здания который отвечает за тепловый комфорт за теплоустойчивость если даже вы откроете окна там на час закройте у вас должна температура даже при отключенном отоплении вернуться на прежний уровень вот примерно так это должно выглядеть почему так происходит потому что вот на примере этого дома в нем накоплено примерно четыре тысячи четыре с половиной тысячи килочас тепловой энергии он из монолитного железобетона один куб монолитного железобетона способен себе набрать при температуре 22 градуса 15 килочас тепловой энергии вот если бы это был дом полностью из газоблока то получается надо вам просто все это разделить на 15 вот так столько ваш бы дом из газоблока если бы тут тоже самая конструкция была имел себе тепловой энергии откуда она берется откуда самое интересное и есть мифы в интернете что все каменные дома надо сначала разогревать а кто эти мифы то разносят это те кто любит газоблок теплую керамику потому что представляете вот этот легкий материал большой теплый условно считается его легче монтировать трудозатрат меньше а за объем выложенной кладки берут столько же сколько из кирпича все одинаково что там цена закуп что тут цена закуп только здесь трудозатраты в пять раз меньше но еще и качество кладки она все у нас в щелях видели на любом объекте заходишь в дом он и светится на стыках этот миф распространяется но если призадуматься господа сами вдумайтесь у нас вокруг очень много каменных домов очень много каменных домов и по этой логике каждый кто живет в этих домах перед началом отопительного сезона начинает разогревать этот дом это чушь а почему я это говорю потому что на канале у нас более 100 видео и примерно раз в неделю кто-то об этом пишет потому что он взял эту информацию из интернета и не переосмыслил почему так происходит и почему эту информацию доносят вам льют вам в уши ну а теперь откуда берется тепло в этом доме нам дает матушка природа сама в летний период когда у нас шара мы не пользуемся кондиционерами в наших домах айхаус термо плюс и у нас постепенно через вентиляцию там через какие-то открытые окна сквозняки это тепло она набирается в стенах естественным путем и когда он заходит в зиму здесь четыре тысячи четыре с половиной тысячи килограмм час уже закачано в них через нашу конструкцию стены какие идут теплопотери наш пирог утеплитель может быть любой берем смотрим сколько через квадратный метр потрачено при нашем пироге утепления наши конструкции стены килограмм час квадрат метр за отопительный сезон делим на количество дней и у нас получается всего лишь 120 ватт в сутки через один квадратный метр типа потери дорогие друзья не просто здесь вот нахожусь в котельной где у нас система отопления вот я вам показываю насос вот этот насос вот видите сейчас я вам покажу поближе видите он прокачивать 010 например вот объем в кубах час это налить на радиатор и он работает первого и второго этажа вот этот насос 1 и 3 куба в час он прогоняет объем через теплые полы первого этажа вот этот насос у нас 0 2 куба в час это у нас еще здесь подключено отдельное строение видим баню вот этот насос он работает конкретно на теплообменник ну цокольный этаж может все радиатора сейчас сняты 0 1 куба в час в этом доме также работает приточно-витяжная вентиляция если вы хотите все подробно узнать как должна устроена вентиляция вот и здесь есть подсказка ссылок накидаю как сделана при . теплообменник это интересная тема кто он может может повторить и также рассказываю как в 95 процентов домах она устроена и она работает неправильно тоже ссылка в описании под видео или вот здесь подсказка будет и так сейчас я вам еще покажу пример теплоустойчивости помещения это подписчики своими руками отлил монолитный дом там сто двадцать шесть квадратметров и он отапливается электричеством по моему там не более там пяти тысяч он в месяц получить если не ошибаюсь сто двадцать шесть квадрат метров пример очень такой наглядный когда люди гонятся за большим тепло сопротивлением стены у него получилось немножко наоборот у него все лишь 100 миллиметров пенопласта и 150 миллиметров монолитного железобетона и температура там колебалась где-то в районе минус 16 градусов он случайно отключил отопление когда приехал через двое суток в свой дом то у него температура упала всего лишь на 5 градусов при открытой вентиляции потому что он дом только построил и он его просушил в среднем где-то минус десять дом за двое суток потерял пять градусов это при том что он не высох вот вам еще один пример когда с тепло сопротивление стены очень низкой ниже уровня по правилам снип но дом не может остыть при открытой вентиляции то есть вот такие дома если строить монолитные железобетонные я ссылок накидаю под видео как легко своими руками построить без применения палки то эти дома легко можно содержать на ночном тарифе электричества всем пока до новых встреч с вами был олег кузьмичев подписывайтесь делитесь видео